Как дела? Все? Добро пожаловать в Игровые инстинкты. Десять лучших профессиональных советов для Туники. Это видео содержит некоторые легкие спойлеры областей, врагов и элементов игрового процесса. Пожалуйста, действуйте по своему усмотрению. С учетом сказанного переходим к видео. Номер один. Туника — это игра, которая полностью посвящена исследованию и знанию окружающей среды. Всегда следите за тем, чтобы найти телескопы как можно скорее. Телескопы дают вам хороший обзор, и они являются лучшим способом проанализировать и выяснить, где все может быть в области перед вами. Номер два. Как и в играх Dark Souls, вы столкнетесь с ловушками и можете неожиданно столкнуться с множеством врагов. Если это так, обязательно используйте свою РСУМОМ. Помните, вы действительно получаете рамки непобедимости и можете по большей части выдерживать вражеские атаки, не попадая под удар. Но просто будьте внимательны к своему окружению и выносливости. Не паникуйте и всегда сохраняйте спокойствие. Номер три. Используйте узкие проходы, такие как лестницы на видео. Намного проще сражаться с несколькими врагами по прямой линии и избегать окружения, используя окружающую среду в своих интересах. Номер четыре. Туника заимствует много механики из других названий, включая костры из игр Souls. Каждый раз, когда вы используете контрольную точку или костер в игре, враги, которых вы ранее убили, также будут реагировать, поэтому обязательно помните об этом. Костры также восстанавливают ваше здоровье и целебное зелье. Номер пять. Как только вы получите свой меч, вы сможете рубить небольшие деревья. Обязательно вернитесь в предыдущие районы и начните вырубать деревья. За деревьями скрыто много секретов, через которые вы раньше не могли пробраться из-за отсутствия меча, чтобы прорубить их. С номером шесть враги турели автоботов довольно опасны. Но не волнуйтесь, инстинкты Гейба здесь, чтобы помочь вам. Убедитесь, что вы просто кружите вокруг него и наносите по одному удару за раз. Вам могло бы сойти с рук комбо тут, но это рискованно и не стоит того, чтобы вас ударили. Три или около того выстрела убьют вас. Вам не нужно использовать свою выносливость или правила. Просто сделайте круг, промойте и повторяйте удары до тех пор, пока автобот не будет уничтожен. Номер семь. Для защищенных врагов обязательно бейте их сзади, потому что щит защитит их, заставляя меч отскакивать назад к вам, заставляя вас ненадолго застрять в анимации. Если они повернутся к вам, прежде чем вы их убьете, просто подождите, пока они нанесут удар, а затем нанесите удар. Туника номер восемь полна секретов и скрытых путей. В игре есть фиксированная камера, и вы не можете на самом деле повернуть ее вокруг своего персонажа или что-то в этом роде. Просто убедитесь, что обращаете внимание на все, потому что большую часть времени секреты могут быть замаскированы этой камерой. Номер девять. Когда вы умираете в играх соулс, у вашего персонажа есть шанс вернуть свои души, вернувшись к своему кровавому пятну в тунике. Этот механик тоже существует, но вместо этого в виде вашей духовной формы. Однако вы не только получаете обратно свои деньги, которые вы уронили на эту смерть, ваш дух также наносит урон и отталкивает врагов, когда вы хватаете его обратно. Если вы чувствуете, что ваша кончина близка, тогда, по крайней мере, попытайтесь умереть в стратегически важном месте. И, наконец, номер десять. Динамиты очень полезны в тунике. Если за вами гонится много врагов, начните разводить их по кругу, чтобы собрать их как поезд. Тогда подойдите к стене и отскочите от нее динамитом, чтобы он полетел к врагам позади вас. Если он приземлится в хорошем месте, то, скорее всего, уничтожит всех мобов в этом круге. Вы также можете использовать динамит, чтобы убивать других врагов сзади. Для больших зеленых парней используйте динамит, чтобы избавиться от их щитов. Так их гораздо легче убить. И это были десять профессиональных советов для туники. Чтобы увидеть больше руководств, видео и подобного контента в будущем, обязательно подпишитесь. Спасибо, что посмотрели. Это был Сэм Ли. И до следующего раза.